Жители деревни Антик замерзают. Качество угля оставляет желать лучшего. Слишком мелкое топливо плохо горит и дает маленькую теплодачу. Тем временем местная ДК мерзнет не только из-за качества продукта. По документам, во время Северного завоза подрядная организация Север-Жилкомсервис для учреждения культуры завезла 70 тонн угля, но фактически его оказалось на 20 тонн меньше. Кто виноват и что делать, сельчанам попытался выяснить Олег Атанзейский. Делегация, в составе которой представители окружной и районной властей на месте пытаются разобраться в сложившейся ситуации. Первым на повестке значится Дом культуры. Здесь по итогам Северного завоза недосчитались 20 тонн каменного угля. Вместо положенных 70 завезли лишь 50. Специалисты сельского совета принимали уголь у подрядчика, как говорится, на доверии. Посмотрели, отгрузили на берег много, пересчитывать не стали. И подписали все необходимые документы. Кому теперь предъявлять претензию, в деревне не знают. Руководитель Север-Жилкомсервис настаивает. Угля привезли ровно столько, сколько заказывали. Хотя осенью прошлого года глава Андига Валентина Абокумова доложила в столицу региона, что каменное топливо в деревню завезли в полном объеме. Сейчас вот здесь в клубе выясняется, что 20 тонн нет. Где эти 20 тонн? Ну, вы же доложили, что все завезено, все объекты обеспечены углем. Другой вопрос – качество каменного топлива. Даже не специалисту видно. Уголь мелкий. Заместитель главы региона Юрий Тельтевский на месте провел естественное испытание. Оказалось, горит нормально. Нужно просто чаще чистить печное поддувало, посоветовал кочегарам. Начинает вспыхивать. 26 октября прошлого года часть завезенного угля загорелась прямо на берегу. С Севержилкомсервисом были нарушены правила отгрузки, рассказывают местные жители. Жители Андига с инцидентом справились своими силами, потушили огонь водой. А делать это категорически запрещено, констатировал руководитель Севержилкомсервиса Василий Витязев. Нам сказали заливайте, СМЧС нам сказали заливайте. Только потом Чупрос в пожарной части позвонил, сказал, нельзя заливать. Василий Михайлович, вы даже не в курсе, что тут говорите еще. Теперь андикчане уверяют, уголь стал плохо гореть еще потому, что смешался с тем, который полыхал на берегу. Однако специально созданная комиссия провела проверку качества. Этот факт не подтвердился. Когда была самая последняя комиссия, ей даже задачу поставили, посмотрите, есть ли в кучах горевший уголь. Но не обнаружила комиссия. По распоряжению региональных властей из Нельминоса для жителей Андига доставили 130 тонн угля крупной фракции. Его должно хватить и населению, и социальным объектам. А поиски пропавших 20 тонн будут продолжаться, правда, уже другим способом. Недели достаточно? Достаточно. Достаточно. Договорились. Ровно через неделю у меня в кабинете. Когда с проблемами покончили, представители власти поинтересовались у андикчан сельскими новостями. В прошлом году заработал скоростной интернет, а также действует проект «Чистая вода». Олег Хатонзейский, Николай Таратин, телеканал «Север», Андик.